По максимуму дать возможность парковаться и людям планировать. Волонтёры совместно с представителями ГИБДД вышли на улицы курорта, чтобы услышать замечания гаража на нередко и дельные предложения по новой схеме работы службы эвакуации. Гипермагнит где находится? Вот. Возможно, улица поцепительская, как лучше. Вместе с тем, как составляет. В принципе, я полностью поддерживаю и очень рад, что наконец-таки начались какие-то изменения. В этом городе начался находиться порядок. В принципе, те машины, которые движению не мешают, стоят на месте вдоль улицы. В принципе, их не имеет смысла эвакуировать. А машины, которые движению мешают, их, соответственно, надо убирать. Я считаю, что порядочить парковку в Сочи, конечно, необходимо. Мнение и предложение горожан в части организации дорожного движения, дислокации знаков и автомобильной разметки, а также дополнительных парковочных зон планируют учесть при утверждении порядка работы эвакуационных служб. Должно стать больше информации о местах как платной, так и бесплатной парковки. Особенно сейчас курортный сезон. Приезжие граждане теряются в центре города. У нас отсутствует, в общем-то, система правильных парковок. Это облегчит, в общем-то, работу юристов, так как люди, обращаясь к нам, считают, что они не виноваты. Однако, разбираясь в этой ситуации, мы понимаем, что все-таки, да, существует проблема и в автолюбителях, и со стороны закона. Схема, где выделены участки дорог, так называемый «Золотой квадрат», это центр Сочи, улицы Островского, Росваровского и ряд других, и территория Адлерского района. Здесь особое внимание к правилам парковки. На каждой из них затруднено движение, и порядок на улицах нужно обеспечить. Планируется разработать и проект совместно с навигационными ресурсами. Попробуем договориться, значит, с некоторыми наиболее активными представителями навигационных предложений, а также, соответственно, общих таких известных пасковиков, где можно будет увидеть непосредственно, куда ставить машину не стоит, а где у нее есть возможность машину поставить на той или иной платной или бесплатной парковке. Эвакуация должна быть действенной, а главное, нужной курорту проводиться по заказу города именно на тех участках, где это действительно необходимо. При этом дорожные знаки, согласно которым остановка или стоянка автомобилей запрещены, никто не отменяет. А вот их дислокация и целесообразность установки будут пересмотрены. Рената Шипулина, Максим Кавригин, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.